Девушки отдыхают Технологичные сборки Как в плане использования, так и в плане продаж Так что самое время избавиться от залежавшихся древностей Пока они еще могут хоть что-то стоить Вторичный рынок сейчас очень сильно перенасыщен офисными пеками В стиле 2 ядра 2 гига И они очень неохотно продаются Но даже с такими мизерными запросами Худший результат в плане интереса покупателей демонстрирует AMD Двух ядерников что на вторичке, что в моих запасах целая куча И что там, что здесь, они никому не нужны Так что сейчас, похоже, лучший повод распрощаться с этим неликвидом Предложив клиентам достойные офисные сборки за свою цену И параллельно, раз и навсегда, расчистить запасы этого старого хлама И больше к ним никогда не возвращаться В отличии от процессоров, AMD-шных плат в моем складу осталось не так уж много Да и железо, что сейчас может с ними уйти, тоже в наличии Пора бы уж все это совместить воедино Процов у меня, конечно, больше, чем материнок Но и годных-то из них по пальцам пересчитать Всем остальным симпроном, похоже, дорога только на брелки Лучшие офисные процы в моих запасах Это какие-то пятитысячные атлоны С вариациями в стиле 5200 или 5600, конечно Но архиважно все же то, что каждый из них остается двухядерником И, похоже, именно их в себя скоро получат эти материнки Разумеется, каждая из них способна тянуть что-то четырехъядерное Да и на том же Авито четырехъядерники под них это не такое уж дорогое удовольствие В пределах косаря можно найти достойный феном, мгновенно заряжающий конфигурацию на 4 ядра Но вот только беда Сами сборки при этом оказываются никому не нужны Я больше вам скажу, некоторые из этих плат уже пытались продаваться в стиле 4 ядра 6 гигов игровая видеокарта Но при всем при этом, за месяц простоя, их не просто не купили, ими даже не интересовались В крайнем случае, за каждую из этих сборок предлагали по пару тысяч Это довольно мало Особенно учитывая более ликвидные железки, которые приходилось им докидывать Так что, похоже, основная сегодняшняя цель заставить эти сборки стоить те самые две тысячи И начну свое амудешное расставание я с вот этой вот совсем не крохи Это полноформатная АТХ-овая Gigabyte M56S Довольно популярная серия материнок от Gigabyte Но гораздо больше она популярна своими проблемами с Dual BIOS К счастью, здесь BIOS 1 Так что большая часть проблем уже решена Теперь остается лишь наполнять ее железками, превращая в офисную пеку Итак, процессором сюда уже заранее был присмотрен 5600+, Разумеется, двухъядерный, но и, как показала авитовская практика, большего клиенты не заслуживают Эта плата сразу радует четырьмя слотами под оперативу второй DDR-ки Так что напихать сюда по единичке можно сразу 4 гигабайта Во-первых, это экономит двушки для следующих плат А во-вторых, напихать сюда можно, конечно, и больше Но пока там стояли 6 гигов, никто особо не разделял этот энтузиазм И вот он итог Отправляется сюда 4 гига, набранные по одной плашке Плюс к моей удаче, эта плата поняла довольно капризные Самсунги Мало какие материнки их в себя не то что принимают, распознать полностью с трудом способны А эта, мало того, что все их с удовольствием съела, так еще и на предварительных тестах показала довольно высокую стабильность в работе Так что пока все точно идет по плану Нашелся даже неплохой кулер, который изначально не садился на эту плату Ибо был слишком низким для нее, железки просто не стягивались с пластиком Но достаточно было лишь натолкать немного мусора в радиатор, чтобы металлическая защелка достаточно приподнялась Так что вот теперь он сидит очень даже надежно Ну а пластиковый мусор, что здесь останется, уйдет в подарок Во всяком случае это не сверление саморезами, что были на одной из предыдущих подобных плат Но и того, здесь все готово Переходим к следующему, не менее увлекательному этапу Подборка жесткого диска Скажем так, полностью рабочие жесткие диски на Авито гораздо ценнее 4 ядерников по Тайм 2 В среднем саташки в хорошем состоянии стоят рублей по 500 С объемом от 120 до 160 гигов Знаете ли, не лучшее вложение в сборку всего за пару тысяч Так что для большей выгоды бизнесмену снова придется импровизировать Это саташная 80-ка из моих запасов Соответственно на 80 гигов Именно она примет в себя систему А вот эти айдыешки из моей обувной коробки Примет в себя файлы, игры и не только Все же сначала покупать, а потом уж ставить сюда какие-нибудь 160-ки Это крайне расточительно Но как минимум клиенты этого вообще не оценивают Таким образом сборка уходит с двумя жесткими Но при этом ни один из них особо не ценен При этом даже с ними на свои 2К она наработает Так зачем же платить больше? Итого, это хорошая экономия, неплохая выгода И главное, от неликвидного хлама получается избавиться вдвойне Окей, с этим тоже разобрались Далее по списку видеокарта Всякие затычки середины и конца нулевых для офисных сборок это просто находка Особенно для таких, где встроенного видео нет в принципе Повезло, что подобных затычек у меня на складу тоже за годы подсобралось совсем немало И разве сейчас не лучший момент, чтобы использовать их по назначению? На моем складу, например, уже давно пылятся вот такие вот Quattro 400 По 128 мигов каждая Они, конечно, редкие, довольно специфические Да еще и требуют уникальный переходник Но со всем этим уж как-нибудь получится совладать Идеальный вариант для паршивенькой офисной сборки Которая доживает свои последние годы Само собой, понадобится и блок питания И здесь мне с ними тоже повезло Совсем недавно мой бизнес-клад пополнили 200-ваттные лайт-оны Снятые с каких-то фирменных HP-шных компов Выменены один к одному они были на не рабочие, но мощные блоки Поэтому профит с любого из них будет лишь плюсовой Так или иначе, у них минимальный набор коннекторов Они совсем не горят желанием запитывать какие-нибудь мощные видеокарты Но самое главное и о чем очень важно помнить Они всего-то по 200 ватт Итого сейчас перед нами идеальная заготовка сборки Под кодовым названием «Избавляемся от хлама» И теперь нужно лишь все это собрать Не без надежды на то, что на свои 2К это железо таки наработает Признаю, что каждая из сегодняшних систем заслуживает в себя лучшее железо Но покупать его отдельно под них противопоказано А ждать пока оно само появится можно долго Сборки с этими платами уже и сейчас мало кому нужны Так что куй железо пока горячо Да и к тому же хватит ковыряться в старье, правда? Оно и ко всему прочему еще и кучу времени сжирает Ибо платы подобной древности Редко когда полностью стабильно ведут себя после своих 10-15 лет работы Настраивать их, еще какие-то косяки и ремонтируя что-то Можно целыми днями Лучше уж потратить это время на сборки подороже Меня, конечно, и самого удивили результаты опроса Проведенного не так давно на одном из стремчанских Как оказалось, ПК-бизнесменские зрители Уже давно не торгуют сборками в стиле 2 ядра 2 гига И самое древнее, с чем они работают Это какой-нибудь 1156 сокет Так что я в этом всем вас всех только поддерживаю Хотя, конечно, вы упускаете кучу развлечений с поиском ошибок у этих плат Ух, сколько веселых часов я за ними проводил Да и сегодня, уверен, без этого не обойдется Но горжусь ли я этим? Нет, я хочу от этого избавиться Итак, на данный момент первая из сборок собрана и даже запускается Операционкой ее станет 64-битная Windows 7 И до сего момента с какими-то драйверами или стабильностью проблем особо не возникало По ходу подобных сборок косяков, конечно, может вылезти немало И каждый нужно будет вычислять и как-то гасить Однако, вот вам про совет, как вычислить большинство из них сразу Если вам повезло работать с семеркой Вместо десятка диагностических программ Просто запустите индекс производительности винды Штука эта была призвана выставлять оценку вашему железу Которая ни на что не влияла Так, разве что перед корешами можно было понтануться Но та фишка, что поможет вам Это то, что во время выставления оценки Эта штука неслабо нагружает всю вашу комплектуху Так что формально она и процессор, и оперативу, и жесткий И даже видеокарту проверяет Таким образом, если у вас есть какие-то скрытые ошибки Без каких-то долгих и нудных тестов сторонними программами Этим самым индексом их и получится вычислить И если он завершится успешно, скорее всего, ваша система в порядке И моя, как видите, не особо Судя по ошибке, винда с драйвером видеокарты не может подружиться Что ж, придется исправлять Как же быстрее хочется от всего этого избавиться Ну и вот теперь, когда видимая часть проблем решена Нет смысла больше скрывать Это отличная сборка для офисных задач Офисное приложение для предприятий, где до сих пор могут стоять пеки за 2К Шаблон собранной здесь конфигурации годится просто идеально А два жестких диска еще и больший объем данных обеспечат Даже в интернете, связанном с мультимедией, она способна до сих пор кое-что показать Иногда даже что-то хорошее Но нельзя отрицать, что лет пять назад два ядра в интернете были гораздо тащивее Во всяком случае, никаких безумных скидок делать не заставляли Типа специальных браузеров, специальных плееров И еще много того, что нужно ставить отдельно Дабы вообще можно было сидеть в инете Эти же мудэшные пятаки пока со своей интернетной работой в принципе справляются Так что вот и их очередной шанс стать хоть немного полезными за свои 2К Если же еще больше углубиться в тему, все, что здесь сейчас лежит, было нереально тащимым в конце нулевых Так что в те моменты, когда речь зайдет о каких-то играх, сомневаться в тащивости этих двухъядерных АМДшек смысла нет Все игры, готовые играться на двухъядрах и четырех гигах, здесь пойдут без проблем А вот с видеокартой, тема уже отдельная Пока в ней будет торчать подобная затычка Единственным ограничением игорной тащивости системы будет именно она Особенно если вы уже в курсе, какие результаты она предлагала с i5, братцом, например Если не видели или интересно, ссылка будет в описании Но с другой стороны, и для своих 128 мигов первой DDR-ки в качестве видеопамяти Везет, что она хотя бы умудряется запускать что-то середины нулевых Но и с имеющимися у нее мощностями, есть то, что сделает ее привлекательней Эта карточка тянет сталкер На совсем уж минималках и не очень высоко Но как минимум свое нахождение в ПК за 2К уже оправдывает Уверен и у вас сейчас душа болит, глядя на эту картину Даже с этим, протцом и оперативой, материнка заслуживает в себя хотя бы 8600-ую GeForce Ну, на худой конец, хоть что-то позиционируемое, как игровое Да и к тому же, такие карточки для этой сборки мне совсем не жалко Однако есть одна проблема, не дающая воткнуть их сюда Каждая из них хочет доп. питания На этот несчастный 200-ваттный блок, еще и с неполным питанием ATX Уж точно не стоит вешать видеокарты с доп. питанием Плюсом ко всему здесь два жестких диска Придется вешать еще один вентилятор в корпус, потому что все это греется как песец Да и не исключено, что придется воткнуть сюда дисковод Вот и выходит, что все, с чем остается развлекаться, это данная 400-ая квадра Которая для своего 2004-го, хотя бы тянет игры 2004-го И Stalker как золотой стандарт сборок за 2К здесь уже остается Однако не сказать, что система создавалась именно под эти игры Что же до видеокарты, под игры она не создавалась в принципе Но перспективу забегов хиты нулевых это все равно не отменяет Так что для примера ее мощности или немощности У меня здесь подыскался третий Doom На высокой графике, довольно высоком, но все же квадратном разрешении И пытающийся в среднем радовать где-то 35 средними кадрами Хотя не без просадок, это до 20-15, если речь идет о чем-то очень напряжном Очередное доказательство того, что у видяхи сильная аллергия на игры Попробую все-таки снизить настройки графы и чуть-чуть подтянуть разрешение И вот то самое место, и Doom ниже 20 уже не падает Небольшая, но все-таки победа Подтягивая туда-сюда разрешение и настройки, есть шанс выбить и больше Первый Far Cry же, например, с этой видяхой подружился с самого первого теста На своем среднем графине он здесь ведет себя очень уверенно Причем совсем не фризит и не проседает Немалый игровой шаг для совсем не игровой видеокарты Ну а что касается пацанского Тащева, которая просто обязана быть на сборках за 2К Так Сан Андрейско и Мост Вант тоже на этой видяхе ведут себя в принципе достойно Тоже, правда, на минималках Ну а для тех же, кто уже вычисляет пределы этой видеосистемы, долго гадать не придется Игры 2008-2009 года для этой видяхи уже неподъемны Итого, на данный момент судьба этой сборки решена Она стабильно работает и достаточно мощна на свои 2К Чтобы помощнее вы не хотели засунуть в эту материнку Знаете, что на моей вторичке это точно не окупается Так что я с этой платкой уже попрощался Это же можете сделать и вы У меня же на подходе уже следующий расходный офисный материал Следующий в ряд офисных пек в стиле 2 ядра 4 гига Войдет вот такая вот элит-группа Причем с GeForce 600PM в качестве встроенной видеокарты Что ж, это круче предшественницы Вот только у нее два слота под оперативом Еще более слабый процессор А еще это элит-групп Так или иначе, основной концепт остается тем же Ей будет предложен такой же блок, такой же сет дисков И с огромной вероятностью та же самая видеокарта Все же у меня здесь притаилась еще одна 400-я квадра Просто жаждущая отправиться в собственную сборку 2 ядра 2 гига Хотя судьба этой системы уже может быть не такой однозначной Быть может, встроенное видео окажется гораздо лучше этой штуки Пожалуй, это и предстоит выяснить в дальнейшем умопомрачительном тесте Который, я уверен, не делал пока никто В конце концов, как мы выяснили Я один из последних, кто работает с таким железом Что ж, вот и продолжу свое освобождение от него Забавно, что я и здесь могу предугадать ваши мысли Ибо в отличии от прочей гигабайтовой материнки Которой, казалось бы, слишком мало железа было предложено Этому элитгруппу вы, скорее всего, не хотите предложить ничего И я вас понимаю Сколько же проблем с этими платами вылазило в свое время Рабочая элитгрупповская плата с середины или конца нулевых Это достижение Ну а плата, которая еще и без косяков работает Это практически легендарка Ломаться, косячить и глючить у них может что угодно И сталкивался я с этим уже слишком часто Пора прекращать Но, конечно, без пары прощальных подарков она меня не отпустит У этой платы тоже есть проблема Она отказывается понимать любую оперативу, что есть у меня Я просто кучу коробок перебрал в надежде найти хоть что-нибудь, что она распознает Но, конечно же, ей было насрать абсолютно на все Просто постоянная циклическая перезагрузка Я уже было решил, что материнка испорчена и можно просто так ее выбросить Если бы в самой глубине своих запасов не нашел вот это Топовая ось Z-ная 2-гиговая плашка Причем с довольно высокой частотой Я ее до последнего оставлял не просто потому, что жалко выбрасывать подобное на элитгрупп Так и вдобавок с полной уверенностью того, что настолько мощную плашку эта материнка гарантированно не поймет Но, как вы уже знаете, элитгрупп умеет удивлять Вот именно эту плашку из всех моих запасов плата и поняла Даже при диагностике на каком-то рандомном диске древняя сборка винды завелась Хотя бы отдельно семерку уже ставить сюда не придется Итого, на текущий момент система стабильно завелась Это уже просто гигантский плюс для хоть чего-то связанного с элитгруппом Более того, даже диагностика системы через оценку производительности тоже спокойно прошла А значит, что в отличие от предыдущей сборки это уж точно работает стабильно С другой стороны, в здешней видеосистеме оценка поставилась самая низкая И при этом не раз намекала, что со стилем Aero эта видеосистема не справится И да, то, что вы сейчас видите, это не глюки, все действительно так лагает Плюс, постоянно где-то проскакивают какие-то белые линии Как будто встроенное видеоядро так и норовит отвалиться Так что пока эта шестьсотая GeForce она еще жива, давайте оценим ее параметры Распоряжается она всего-то 64 мегами видеопамяти Что ж, кто считал, что ничего не может быть хуже 400 квадры, присмотритесь Драйвер пак этой системе ничего не нашел Так что в качестве базового драйвера поставился микрософтовский И перед тем, как мы узнаем, что эта встроенка может выдать Хорошо бы минимизировать проблемы, которые могут вылезти В частности, убрать нафиг это глючное Aero Вот теперь этой системе легче Можно узнать, что здесь покажут те же самые игры Мне, честно говоря, самому интересно Базовому сталкеру, как по мне, этих мощностей маловато Поэтому хотелось бы начать с чего попроще, типа третьего дума И вот он уже сразу начал ругаться на отсутствие каких-то элементов OpenGL Однако ошибка эта не критическая И игра все равно стартанула На самых минималках графы, самом низком разрешении Пропали кучи элементов освещения, некоторые текстуры И хуже всего то, что картинка при этом показывает 6 фпс В крайнем случае, такой геймплей мог бы быть забавным Но, увы, эти кадры слишком низкие, чтобы получать от игры хоть какое-нибудь удовольствие Следующим подопытным стал Far Cry На том же самом низком графине, но хотя бы 800 на 600 разрешении И вот глядя на его результат, я начал испытывать некоторое дежавю Видителем, этот результат крайне похож на то, что выдавали Extreme Graphics каких-то древних ноутбуков Очень древних, и совсем не игровых Кстати, у них тоже было 64 мега видео Тем не менее, у ноутбуков есть куча других заслуг А все, что остается игроку с этой встроенкой Так это радоваться, что она хоть что-то запускает И вопреки ожиданиям, San Andreas'у с этой встроенкой повезло ничуть не больше Самые минимальные настройки, графики и разрешения Выдали здесь максимум 20 кадров Так что и здесь, наконец-то, можно подвести итог Насколько бы эта видяшка не была днищенской Даже по меркам офисных систем, встроенная память этой элит-группки еще хуже Так что и с ней в комплект за 2К отправится эта 400-я квадра Что же до остальной системы? 5000-й процессор же не будет в целом отличаться по производительности с тем, что мы уже видели Как минимум в интернете, как максимум в играх Там с этой видяхой будет тот же самый результат И по-прежнему каждая из игрушек будет ограничиваться только видяхой Но с другой стороны, кто вообще будет эту штуку под игры покупать? Вероятно, те, ради кого эти игры на этой системе и останутся Жесткий диск под нее уже готов Блок питания идентичен Итого, очередная офисная конфигурация завершена С очередным древним AMD наконец-то можно распрощаться И наконец-то можно перейти к последней жемчужине моего древнего AMD-шного склада Это микро-ATX-овая материнка ASRock A780LM И без преувеличения самая клевая из тех, что мы сегодня умудрились увидеть Поддерживает она как AM2+, так и AM3 процессоры Совсем не против поработать с высокочастотной оперативой И также с удовольствием готова принять в себя мощные феномы Особенно, будь она жива Так и знал, что с прошлыми матерями все шло слишком гладко Были, конечно, косяки, но ничего сверхъестественного Таковое осталось именно на закуску Эта плата не пашет А если точнее, не пашет ни одна из ее USB То же самое касается и слотов PS пополам И с чем это связано, не вычисляется Я пробовал и разные процессоры, и разную оперативу И даже с биосом что-то колхозить Судя по всему, сдох южный мост И, казалось бы, можно вздохнуть спокойно Выкинуть нахрен эту плату и больше о ней не вспоминать Но этот мусор меня просто не отпускает А вся проблема в том, что я знаю, как это починить И как заставить ее вновь видеть сеть USB и прочее Достаточно лишь будет воткнуть пару платок в свободные PCI-ки А если точнее, плату расширения USB Мозги в плане взаимодействия с периферией у них уже собственные Так что с южным мостом им дружить уже не обязательно И, собственно, после их добавления плата вновь оживает Рад ли я этому чуду? Нет Единственное, что я сейчас хочу сделать Это побыстрее скинуть ее с железками, которые ее достойны В качестве процесса сюда сел 5000-й атлон Слаты и оперативы уже забиты двумя 2-гиговыми плашками 200-ваттный блок питания и IDE-шные жесткие уже на готове Уверен, он станет неплохим аргументом для продажи материнки У которой даже USB-хи не пашут Но куда больше я уверен в том, что сделаю вам одолжение Если вся эта жесть останется за кадром Просто знайте, что со своей тащивостью За свои 2К она уйдет Ну а видеокарта, что будет ей выбрана Пусть останется сюрпризом для тех, кто увидит мое объявление на Авито Так что даже не сомневайтесь, что с этим полуотвальным засранцем я уже тоже распрощался И вместе с ним на вторичку ушел последний Амуде, что таился в моих запасах Больше у меня их нет И вы даже не представляете, как я этому рад Бизнесмен теперь свободен от Амудешного офисного плена Впереди лишь самые мощные, многоядерные и игровые конфигурации за огромные суммы Это ли не достойная награда за многочасовые ковыряния с этими нерабочими реликтами нулевых? Однако все же перед тем, как окончательно праздновать офисный катарсис Попрощаться предстоит еще с одной платформой Субтитры создавал DimaTorzok